Песенная копилка Наринмара пополнилась еще двумя музыкальными произведениями. Их презентовали в рамках соревнований Buran Day 2018. Сегодня в программе актуальное интервью их автор и исполнительница Ольга Панюшкина. Ольга, здравствуйте. Очень рада видеть вас. Я очень рада. В Наринмаре скажите, пожалуйста, как сюда попали? Впервые в Наринмаре очарованно, под впечатлением тем более, что праздник такой огромный и провели на уровне, на высоком. У меня здесь подруга, причем спасибо высоким технологиям, всем, кто придумал интернет. Ирина Коткина, известная в Наринмаре, я думаю, да, всем, все ее знают. Она еще в 14-м году приезжала в Москву, услышала мою песню в интернете. И получилось, что ехала в командировку. Оля, есть ли у тебя что-то в рамках этой недели? И вот была на концерте, так дружим с тех пор. И опять же, в связи вот с сегодняшним праздником, что-то я пошутила, в фейсбуке написала, господи, пошли мне нефтяную вышку. И в общем, все смешно обсуждали, где ее взять и так далее. И друг Ира пишет, приезжай к нам на Наринмар, выбери любую. И что-то вот, ну буквально, знаете, за шесть дней купила билет. Может быть, песню напишешь, говорит. У нас Бурандыя уже идет 20 лет, гимна нету, напиши, Оля. А я эмоциональная, когда потом, говорит, впечатлительная какая ты, Оля. И поклонники мои сейчас очень ждут, радуются. Будет ролик Светлана Безумова, услышав песню первую, которую написала, называется она «Буран». Можно ли я возьму ее для финального ролика по Бурандею? Приятно. Так что будем ждать. В интернете обязательно вывесим, на Ютьюбе все это будут смотреть. И мои поклонники говорят, какая ты эмоционально впечатлительная. Еще не была в Наринмаре, да? Еще же не доехала туда. А уже... Прочувствовала. Да, как ты прочувствовала. На самом деле, спасибо Господи, все равно, знаете, творческий человек, ощущение, как будто ты записываешь все. Не могу сказать, что это я-я, да? Понятно, что ты на своем опыте, на каком-то там, на знаниях полезла, опять же, в интернет прочитала карту, посмотрела, как река, притоки, моряк, от кем омывают нау, чем занимается народ. И в результате, из-за того, что информация идет, ты ее в себе перерабатываешь. И дальше вторая песня, потому что больше мысли, чем в первую уместилась. Вчера были 80-летия самодеятельности в культурном центре «Престиж». И вчера были детишки. Награждали их, глава района. И все так это было красиво. И я там пела в заключении. И обе песни звучали, танцевали мы. Песня вторая «Наринмар» называется. Я надеюсь, что мы ее тоже представим зрителям в программе нашей. Знаешь, что за четыре дня написали и записали ее? Да, получилось, что сначала сочинила. И думаю, ну как же, ну с гитарой Ира тоже переживает, все пишет. Оля, там же мороз. Так хочется, чтобы ты показала жителям. С гитарой не будешь ты петь. Думаю, даже если мы... Она даже договорилась здесь уже, в Дворце культуры, в Арктике, что запишут. Но, ну как, времени-то нет, запишут только с гитарой. Тогда позвонила знакомому своему, раздвинул все уже график, записи, звезд. Он такой очень хороший аранжировщик, наш Алексей Хватский. И с Любашей работает, которая Пугачева Албарисовна поет, ее песен много. И спасибо ему огромное. Лешка, привет тебе. Он сидит там тоже, держит кулачки, чтобы все получилось. Но, слава богу, все с успехом, очень песни понравились. И, собственно, Галина Александровна вчера, директор дома Дворца культуры «Престиж», когда уже я спела и после торжественного мероприятия, так это вы пели «Олень такси»? Песня вторая на Ринмаре. «Прокати меня на «Олень такси» с ветерком». Она говорит, а мы наверху были в Ледовый городок, и только слышали, кто там поет, подпевали. Ну, в общем, вот так. И мы в ночь перед вылетом уже вторую песню записывали, аранжировку. Очень хочется делать всех людей счастливыми. Это я предваряю уже вопрос, для чего ты, Оля, поешь? Для того, чтобы всем счастье. Исполните, пожалуйста, песню о Наринмаре. Очень хочется ее послушать. Давайте как зарисовку, куплет и припех. Хорошо. А потом еще дадим в эфире с аранжировкой. Ты, мечтай, будешь первым. Ты, 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 оленьевод, хозяин тундры. Ты, 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 кормит Арктика, Печора, знаешь. Ты, 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 житель нау самый-самый. Это ты, 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 Наринмар, Наринмар. Ты возьми на оленях такси с ветерком прокати. В Наринмар, олень такси. В Наринмар, в Наринмар. В Наринмар вперед. Здорово. Здорово. Ой, она очень получилась такая зажигательная. Зажигательная, да. И пока писали, сводили материал. Думаю, что ж такое, так качает. А Алексей говорит, Оля, у тебя грув называют, да, ритмический. Из песни. Долина чудная, долина. Боже мой, в точку попали. Да, я думаю, что он мне напоминает. Мелодия другая, да, ритмическая. Оля, расскажите подробнее о музыке, которую вы исполняете. Ну, я пишу с детства так вот всегда. Знаете, когда в такси садишься, обычно просишь, сделайте музыку потише или вообще уберите. Таксист спрашивает всегда, вы музыкант? Ну, что все время звучит музыка, все время прислушиваешься, боишься пропустить что-то опять, знаете так, в эфире. Это трудно, наверное, обычному человеку представить. Но вот когда я писала песни про Наринмар и Бурандей первая, то сама вот дописалась. И вот, знаете, восторг, ощущение невероятное совершенно. Потом думаю, боже мой, а как же люди живут? Ну, не все же пишут песни. И так представишь на секундочку. А для тебя это абсолютно как дыхание, вроде бы так обычно. С детства пишу блюзы, босановы. Это девочка, выросшая в рабочей семье. У меня папа монтажник, монтировал ткацкое оборудование, всю жизнь герой стилистического труда. Ну, он просто поющий. И бабушка была такая же, в Пятницкий хор ее брали. Убежала со страху, там, приехал в Пятницкий, собирал народный хор по Рязанской области. Папу тоже где-то он в командировке отмечали какой-то праздник. И он на сцену, Дуня, давай блинов с огняю. Там фирменная у него песня. Подошел директор филармонии Саратовской. Они в тот момент были в командировке. И в Саратове как раз приходи, говорит, все, бросай. А он такой красавец и харизматичный. И я, получается, теперь воплощение мечты всех поколений. Все за мной, все поющие, пра-пра. И это, кстати, тоже помогает, знаете, когда от тебя ждут подвигов. Все на тебя смотрят и ждут, что ты совершишь что-то невероятное. Так вот, позже поступило в музыкальное училище и академический дирижер академического хора. А Гнесинскую академию закончила как дирижер народного хора. И такое разнообразное образование позволяет писать. У меня принесла для вас, для канала, подарю вам альбом «Вишня-черешня», «Городская песня моя». Там есть любимая моя тоже на стихи Роберта Рождественского песня «Полынь». Остальное – мои слова, моя музыка. А так вот, то, что я написала сейчас для Наринмара, это вообще первое, она такой рок-поп... Забыла, как он называл какое-то мудреное название жанра. Ну, в общем, поп-рок такой. А Наринмар, как мы уже сказали, такой поп-регги. И совершенно опять новый жанр. Но мне так понравилось. Я первый раз в жизни прыгала на улицы на праздники. А главное, что у вас это так широко происходит. А как народ реагировал? Народ реагировал все. Особенно, когда я уже первую песню я достаточно близко к открытию пела. Там «А я лечу, со мной буран». И, собственно, прямо вот про «буран-буран», на чём мы катались. Меня позже прокатили. Спасибо Ирине Коткиной, договорилась. И мы, знаете, так точечно выбрали. Там же много машин стоит. Здравствуйте, разрешите, пожалуйста, а не прокатите ли вы нашу гостью? И вдруг девушка подходит. А заняла третье место на соревнованиях. С кубком подходит. Я говорю, так мы ещё и машину выбрали победителя. Её муж меня. Подъезжаем там. Я думала, так меня по плоскости, по прямой, спокойненько покатают. И подъезжаем к первому, как вираж. Я говорю, вы меня туда повезёте? Нет! И меня он не взирает. На мозг, он не взирает. Просто газ. И только слышал меня, держись крепче. Я просто вцепилась. Но счастье. Счастье попробовала всё. Когда пела уже вторую песню, где-то около двух часов, телевидение подбежало, люди подбежали, все хлопают. Она такая, особенно, знаете, когда повторяется твой город родной, в котором ты живёшь. Я думаю, она аудиоснародная, знаете. Да, я сейчас пела третий куплет специально сразу. Он такой заключительный. Житель Нао, самый-самый такой патриот и рок. Жизнеутверждающий. Всем здоровья. Сразу, знаете, ещё не конец программы. Но очень полюбилась их. Были мы ещё на второй день моего, моих гастролей здесь, в школе искусств. С утра мастер-класс провели, вечером концерт того же дня. И жаркие объятия, задружились все. Там у нас тоже очень много талантов. Да, дети чудесные. Пели мы замечательные. Оля, я знаю, что вы какое-то время жили за границей. Вот расскажите про этот период. И очень веевато шли, да, к своему музыкальному пути. Получается, знаете, я говорю, очень же много музыкантов, даже известных, очень хороших, которые не имеют специального музыкального образования. Тот же Андрей Макаревич, что-то сейчас приходит в голову, архитектор. И прекрасный, любимый артист. И вот когда человек оканчивает какое-то учебное заведение, не связанное с музыкой, но сам он создан для того, чтобы творить, и вот когда он приходит уже к себе, находит свой путь, за него уже держится, не отпуская. А очень много артистов и музыкантов, это вот я рассуждала, когда про себя, да, почему у меня так было. Такая статистика очень-очень высокая. Ты, получается, вот особенно музыкальное образование, ты же должен обязательно закончить музыкальное училище, чтобы поступить в консерваторию или Гнесинскую академию, которую я закончила. И получается, на круг это 16 лет, музыкальные школы еще. И с одной стороны, тебе задают планку такую высокую твою педагоги. Очень многие от ответственности просто, что, а у меня получится, да, вот сворачивают куда-то. Очень много артистов в маркетинге, в бизнесе, да, артистическая какая-то история помогает в переговорах, реализуют себя в других каких-то сферах. Меня это тоже не обошло. Я и директором по маркетингу была компьютерной компанией тайваньской, но это уже после Тайваня. Вот бегала от себя, учила китайский язык на Тайване, так получилось. Так получилось, что уехала туда, да, три года в университете. На телевидении, кстати, тоже работала там, ну, вела, ведущая была на китайском языке, работала. На телевидении до того, на нашем российском, 95-96 год. То есть каждый раз, знаете, вот это от того, что не то, что неуверенность в себе, которая изначально, а благоприобретённая. Ты приходишь куда-то, ой, что же с вами делать, вы какая-то... А я блюзу Басановы, а на дворе Советский Союз. То есть я пионерка, артековка, как, кстати, Ирина Коткина, привет тебе большой опять. И я всегда говорю, я выросла в семье счастливых коммунистов. И, собственно, почему сейчас, вот тоже, знаете, таким с азартом, очень таким весёлого детства всё делаешь. Почему и песни, может быть, так получилось написать для вас радостно. Всё время хочется совершить что-то потрясающе прекрасное, да, как говорят, должен стать, желать стать генералом, чтобы добиться хотя бы чего-то. Да, всегда планку себе закидываешь высоко-высоко. Я пишу блюзы Басановы, а у нас на эстраде Кобзон, Лещенко, которые... Я их и слушала только дома. То есть откуда у меня такое свинговое начало, совершенно было непонятно, потому что дома звучала прекрасная наша советская эстрада, на которой я и выросла. филармония, московская филармония, российская филармония, всероссийская, каждый раз говорили, куда тебя деть, непонятно. Ой, девушка поёт совсем голосом несоветским. И получалось, что, ну, как выталкивали, да, неуверенность в себе, и ты убегаешь от себя. Убежал от себя, выучил китайский язык, что я тут делаю, я же музыкант. И я лечу назад в Москву. Там опять куда-то, нечаянно пригласили ивент-менеджером тайваньскую компанию. И очень быстро уже, ну, опять же, от того, что очень... Деятельность бурная. И вот 4 года директором по маркетингу назначили, работала. И уже последний, четвёртый год, я помню. Как же, Господи, сделай что-нибудь, чтобы меня уволили. У меня всё присказка была. Но пришлось всё равно уходить самой, знаете. Ещё, наверное, не отпускали, да? Да. На самом деле ключевые какие-то вопросы в жизни человек должен всё равно принимать сам. Тебя обычно оставляют без... Ничего не слышишь. Задавай вопросы вселенной сколько хочешь. Ну вот, тем более, если ты бегал долго от себя, да, а теперь сам. И... Ну вот сейчас уже счастье. Я это называю назад в артистке у меня с 2009 года. Ушла назад в артистке, а в 2013 году первый концерт. Я сама себя продюсирую. Все, кто будет жителем НАУ, дорогие мои, теперь любимые очень, приходите. 10 апреля у меня большой концерт в Центральном доме работников искусств в Дарино-Кузнецком мосту. Может быть, и вы будете любы с Аказией. Я знаю, что вы ездите в Москву часто, прилетайте. И я выступаю с коллективом, с акустическим. Контрабас, перкуссия, рояль будет в этот раз, аккордеон. Это чудесные музыканты. У вас, наверное, уже много поклонников, да? Поклонников много. А в том раз, какой их, вот кто эти люди? Вы знаете, оказалось, что, ну, обычно считается, первый вопрос задают, в какой ты нише находишься? Ты какие жанры поешь конкретно? Ну, вот я за эти пять лет как-то отвоевала себе пространство, что, во-первых, я автор, да, и как автор-исполнитель я могу петь любой. Сейчас вообще в Москвичи и вообще весь интернет там взорван видео с Бурандеем и вывесили, как я пою первую песню про Буран, а вторую песню про Наринмар. И, кстати, в енотике, вы там были же, да, в енотике бегали, я их на подтанцовку себе взяла. В общем, первая в моей жизни подтанцовка. Все так удивлены, что опять это другое звучание чуть-чуть. Но мне так понравилось, я там так радостно подпрыгивала, и хочу еще. Буду теперь писать гимны для городов. Вам обязательно еще какую-то песню хорошую напишу. И Аира еще Коткина, она веселый человек, и мы еще поддерживаем все это, подбрасываем Полине в огонь. А Оля теперь в тундре у нас останется, а мы теперь ее не отпустим. Ну вот, поклонники ждут, я думаю, что сейчас там еще армия, она еще больше увеличилась. И вот, кроме того, что я теперь пою и бусановые блюзы, и романсы у меня по священию Серебряному веку, и городская песня, и теперь у нас еще и поп-рок, благодаря Наринмару, и, соответственно, и зрители, такая, знаете, семейная аудитория, да, есть кино у нас семейное, домашнее, так и здесь. ко мне приходят, ведут и маленьких детей, и уже взрослые-взрослые, пожилые люди за 80. И, ну, основной костяк от 30, но в принципе это вот... А как часто даете концерты? Ну, как сама, знаете, как это... Созрею. Нет, не потопаешь, не полопаешь, говорят, да, поговорка русская. Но вот первые годы, как ни стеной вышки у меня нет, теперь, надеюсь, выберем действительно в каждой шутке, есть доля шутки, остальное правда. И такой просто был осознанный выбор. Кто-то мне подсказал, Оля, но только сама, да, давай, делай концерты, пой, организуй все это, как бы ни было. Тяжело, не тяжело, тем более мое маркетинговое прошлое тоже помогает, да, сама как администратор, как продюсер. И раз в месяц у меня дом журналиста на Никитском бульваре. Я вот первые годы раз в месяц, раз в полтора месяца этот зал. Сейчас уже вот гастроли начались, и как-то, как это говорят, раскачалось, сарафанное радио запустили. Я надеюсь, что очень, очень ждем, что как-то концертный директор какой-то придет в мою жизнь, чтобы уже снять с себя, потому что все равно тяжело, хочется заниматься творчеством больше. Вы сказали, что у вас в репертуаре городская песня, расскажите подробнее про этот жанр. Городская песня, это народные песни, которые крестьяне, которые шли в город, заводы, фабрики развивались, и они несли за собой в город, и это уже превращалось потом, почему, вот городская песня, потому что человек деревенский становился городским жителем, чуть-чуть уже изменялось. и я в связи с тем, что у меня образование народный хор, все равно из тебя все, что ты впитал, из тебя выходит в песне, и очень я, в принципе, это, как это, спецзаказ моих родителей. Родители рядом с вами, да, всегда? Ой, поддержка большая, и папа говорит, доченька, ну что ты, какие-то босановые, блюзы, еще у меня такой белый стих был, и китайский язык, кстати, мне позволил, ну так, развивает все. Я детям в вашей детской музыкальной школе, в школе искусств, вот я все на мастер-классе все говорила, что артист каждый день должен что-то новое для себя узнавать, что-то делать для того, чтобы твоя душа развивалась, росла, никогда нельзя останавливаться, никогда. Сразу, тем более, знаете, 21 век, вперед все летит, ты сразу, тебя откатывает куда-то, да, чтобы быть современным, чтобы быть в ритме в сегодняшнем. Так вот, городская песня моя, вот этот альбом «Вишня, черешня», когда тебя ждут, ждут каких-то подвигов, да, я все время про подвиг говорю, потому что, ну я думаю, что этот двигатель прогресса. Я, кстати, вот то, что я сейчас на Оренмаре, и такой недешевый у вас билет и деньги найти, потому что уже невозможно было за пять дней принятого решения до Бурандея, да, что-то, чтобы как-то это произошло на городском уровне, только сама-сама, и так быстро находишь деньги, быстро покупаешь билет, пишешь песни, сижу уже в самолете, я думаю, я Александр Матросов, просто который кидался на взвод, ну, в общем, это, знаете, когда сам себя подзадориваешь, это важно, вот это вот уныние, знаете, все, ту погоду, то еще что-то, Оля, как ты живешь? Вот Оля живет так, утром проснулась, и сама себя, как лягушонок, взбивающий молоко в сметану, и вот городская песня для мамы и папы, напиши что-нибудь, доченька, чтобы душа развернулась, не свернулась, такой очень, очень приятный авторский фолк, я называю, есть и балладные какие-то песни, есть вишня-черешня, давайте я вас пою. Поверить не могу я, как сильно полюбила тебя я с первой встречи сердцем мое заныло, тебе скажу, мой милый, повсюду ты со мною, куда не погляжу, болею одним тобою, ой, цветет вишня, вишня-черешня, а мы с тобою ближе, чем прежде, а мы с тобою да и не знали, что может с нами случиться любовь, такая, что может с нами случиться любовь. А осень в листьях прячет мои печали и ветром, слезой дождя заплачет, встретится бабьям летом, а все мои страдания и все мои сомнения рассеяли свидания, с вечера до рассвета на гитаре. Гитару трудно провозить. Спасибо, Илье. Клуб Арктика, ваш авторской песни, познакомилась со всеми. Всем привет, ребятам. Слушайте, пою, чувствую, как щеки у меня лезут на глаза. Ира Коткина говорит, Оля, ешь. В Москве этого? Нет, наелась Оленины и все Исика, как это называется, когда свежая строганина, на Бурандею, просто невозможно. Завидую вам белой завистью. Всем здоровья еще раз. Вот эта музыка рождается, как стихи или что-то. У меня, знаете, одновременно все, и музыка, и стихи. Вот с детства, как дано. И такое счастье, что в сцепке сразу идет слово, ощущаю, знаете, на разных, ну, для меня это я вот делюсь с вами, потому что всех же по-разному, на разной высоте звуковой. У меня один и тот же слог, я его слышу, что вот он другой. Сейчас уже больше все в рифму, после китайского языка начала писать. Изначально писала белый блюз, стихи без рифма, да, белый стих. И бывает, что читаешь, если музыки нет, непонятно, как это это, что это, стихи или... Поешь, и оно сразу как будто бы в рифму. То есть настолько музыкальная часть, она тоже вот... Музыка, она вообще больше, чем даже слова, я считаю. А уже после китайского вдруг, там тональный язык же еще. Я сказала, меня зовут Оля Панюшкина, я очень вам рада. Я по-китайски, кстати, тоже пою. И вдруг пошла рифма. Но не ушло, естественно, вот это состояние, когда начинаешь сразу петь с мелодией. Когда меня спрашивают, а чужие стихи у вас есть? Спасибо Михаилу Михайловичу Казакову, народный артист, наш любимый, услышал меня в 2002 году, где-то мы с ним познакомились. А он любил читать стихи, у него были большие концерты поэтические. Может быть, напишешь что-то на стихи Давида Самойлова. Это его друг, поэт, советский фронтовик. И знаете, тоже вот не... Ты можешь сидеть сам в себя, какое-то неверие в себя, что все равно в любом, да, человеке какие-то сомнения, тем более в творческом, это естественно. А вот от тебя ждут, да? И тебя это вот направляет вперед. И ты поднимаешься. Ну как вообще народный артист говорит, напиши? Я так люблю эти песни, и зрители мои любят. Есть целый цикл на стихи Давида Самойлова. Это было первое то, что вот не на мои стихи. В прошлом году, 125 лет, Марина Ивановна Цветаевой большой концерт тоже, большая программа, сделанная из десяти песен. Надеюсь, что как-то мечтаю, что с драматическим артистом мы есть задумки, работаем над этим, чтобы какая-то была литературно-музыкальная история внутри. Да? Я пою, он читает. Мне кажется, вам бы тоже подошло, знаете, организовать такие музыкально-литературные гостиные, знаете, вот раньше были, да? Да. Я не думала об этом. Может быть, сейчас, когда я решила чуть-чуть разгрузить своё время в смысле продюсирования своих сольных программ, я уже думала как раз вот этот год. Пять лет исполнилось, как я уже вперёд-вперёд. С ДХ два концерта, Театр Луны, в Доме архитектора был концерт. Ну, кстати, может быть, телевидение тоже, знаете, когда ты обращаешься к народу, смотрят же, слушают, а вдруг очень-очень-очень ищем импресарио концертного, да, потому что, чтобы как-то легче, легче идти вперёд. А народу всё равно нужно, вот, чтобы, чтобы прийти, чтобы тебя оптимизмом зарядили. Ну, как-то высокопарно, может быть, но миссию свою ощущаю именно, чтобы после концерта человек ушёл счастливым. И никто, знаете, когда пространство возникает, атмосфера, да, на концерте, и никто не хочет, чтобы это закончилось. И никто не уходит. И я поэтому всегда финальный аккорд и слова, которые сейчас все говорят, обнимашки-целовашки, всё, вперёд, все пошли, общие фото на память. И надеюсь, что на какое-то время хватает, чтобы было счастье в жизни. Радость в сердце – это важно. Люба, и как приятно, что у нас ещё общие знакомые до эфира поговорили, и приезжайте в Москву, будем дружить теперь, да. И оказывается, дорогие друзья, у нас общий, прекрасный, талантливый пианист, знакомый наш, Юрий Розум. И мы хотим передать ему сейчас привет. Это как-то символично, правда? Да, да, да. Он ведь не был у вас ещё на гастролях? Он у нас не был, но он очень хотел у нас побывать. Юрочка, дорогой, мы очень ждём тебя в гости к нам в Наринмар. Тебе желаю здоровья, счастья, творчества. Оставайся таким же импозантным мужчином. В общем, ждём в гости. Оля, спасибо большое. Была очень рада познакомиться с таким талантливым человеком. Вам вдохновение, преданных поклонников. Спасибо большое. Ну вот поездка в Наринмар. Впервые я в Заполярье. Ещё когда ехала, узнала, что, оказывается, вы теперь называете, да, граница Арктики. Там была как-то обозначена. Всё время же сидишь в Москве, думаешь, что Арктика – это там какой-то маленький пятачок наверху. Но, вы знаете, восторг переполняет меня. Я обязательно вернусь. Обязательно с новыми песнями. Очень понравился. Дворец культуры какой у вас прекрасный. Прилетела и сразу на концерт 8 марта это было, о чём поют мужчины. Чудесные у вас люди. Подружилась с таким количеством людей, жителей Наринмары и окрестностей, благодаря Бурандею, сколько приехало. Всем здоровья, успехов, дорогие друзья, уже могу так сказать. Счастлива этим приездом к вам просто не описать как. И так замечательно, что моё пребывание в Наринмаре заканчивается нашей передачей на телевидении. Уезжаем красиво. Отсюда прямо на самолёт поеду. Будем очень вас ждать. Напомню, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня в гостях у нас была певица и композитор Ольга Панюшкина. До новых встреч! Ты мечтай, будешь первым Ты, ты, ты Ты охотник, ты хозяин земли Ты, ты Побеждает только дерзкий Это ты, ты, ты Точный глаз, стальные нервы Это ты, ты, ты Ты, ты, ты Наринмар, Наринмар, Наринмар Ты возьми на Буран, С тобой за туман Меня свой Наринмар Наринмар На оленях такси С ветерком прокати Наринмар Олень такси Наринмар Наринмар Ты мечтай, будешь первым Ты, ты, ты Ты рыбак, хозяин Рек, море Хозяин Ты Слушай, волны Слушай, сердце Ты, ты, ты Идет рыба Прямо в сети Семга Корюшка Лови, лови Ты, ты, ты Наринмар 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 Ты возьми на Буран Ты с тобой за туман Меня свой Наринмар Наринмар На оленях такси С ветерком прокати Наринмар Олень такси Наринмар Наринмар Ты мечтай, будешь первым Ты, ты, ты Ты оленевод, хозяин тундры Ты, ты, ты Кормит Арктики Печора, знаешь Ты, ты, ты Житель Нао Самый-самый Это ты, ты, ты Ты, ты, ты Наринмар 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 Ты возьми на Буран С тобой за туман Меня свой Наринмар Наринмар На оленях такси С ветерком прокати Наринмар Олень такси Наринмар 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 Олень такси Наринмар Наринмар Наринмар